Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. Как наладить связь между властью, управляющими компаниями, ТСЖ, ТОСами, старшими по домам для решения проблем ЖКХ? Есть ли план, направленный на развитие такого взаимодействия? Об этом говорим сегодня. В нашей студии руководитель проекта Ассоциации ТСЖ ЖСК и Советов МКД Самарской области Виталий Кузьминых и председатель ТСЖ Кировского района Ольга Куракина. Здравствуйте, Ольга Ивановна Виталий Владимирович! Добрый день! Тема серьезная, обширная. Скажите, пожалуйста, вообще зачем нужно взаимодействие для того, чтобы решить проблемы в сфере ЖКХ? Ведь каждый, по моему мнению, должен решать свои задачи, у каждого свои направления и дела. А здесь мы говорим о взаимодействии. Ну, прежде всего, любые проблемы, их лучше решать сообща. Тем более, вопросы о ЖКХ, они везде типовые, везде, на каждых домах. Ну, за исключением маленьких нюансов, одни и те же вопросы. Общедомовые нужды, начисления, проведение капитальных ремонтов, текущих ремонтов. И просто когда, если, как с вашей точки зрения, каждый житель должен сам за это биться, то мы просто завалим госорганы обращениями от каждого жителя. Я немножко не о том говорила. Каждый должен заниматься своим делом. Управляющие компании своим, ТСЖ своим. Ну, все своим. А здесь, чтобы решить какую-то проблему, почему-то должны все объединяться. Вот это вот я хочу выяснить. Почему нужно взаимодействовать? Вот, может быть, вот на конкретных примерах Ольга Ивановна нам пояснит. Вот вам, чтобы решить проблему в сфере ЖКХ, нужно взаимодействие? Почему нужно такое взаимодействие? Потому что, в принципе, одинаковые вопросы. Жители, несмотря на то, что если они даже председатели МКД, если они общаются с председателем ТОС, то в любом случае они решают такие же проблемы, как я решаю, как председатель ТСЖ. Потому что они должны контролировать, если это хороший председатель МКД, деньги, которые поступают на текущий ремонт дома. В ТСЖ это происходит, конечно, здесь проводятся общие собрания жителей, и утверждается план текущего ремонта на год. И, конечно же, здесь форма правления в ТСЖ, она более, я считаю, такая приемлема для людей, потому что люди должны контролировать то, что происходит у них в доме. И если жители откликнутся положительно к тому, чтобы создать ТСЖ, то, конечно, они будут более прозрачно видеть все то, что происходит у них в доме, в их подъезде, какая будет чистота, порядок. Понятно. Ну да, ТСЖ признана, по многим показателям, такой успешной формой собственности. Да, и сейчас многие жители более те, особенно, когда прошла волна вот таких управляющих компаний, когда проходило лицензирование, то, соответственно, очень многие люди, не доверяя своим управляющим компаниям предыдущим, они создают форму ТСЖ. Да, понятно. Ну, я так понимаю, что вы на личном опыте, да, ТСЖ «Металлур» Кировского района убедились в этом. Как долго вы возглавляете ТСЖ? ТСЖ я возглавляю уже 5 лет. Набрали уже опыт, накопили сначала, наверное. Да, уже есть много усовершенствований, курсы, да. Виталий Владимирович, расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что план этот и есть в области, и уже реализуется. Что в него входит, с какого момента началась его реализация, и вообще, что он предполагает? План этот уже в области работает, он подписан как крайневым министром ЖКХ, так и Овчинником, губернатором. Он включает мероприятия, в которые включаются все государственные органы, контролирующие органы по проведению разъяснительной работы, донесения до людей позиций государства, показать, что государство хочет в этом разбираться, хочет контролировать и, в конце концов, навести порядок. Там мероприятия разные, там от обучающих семинаров до торжественных мероприятий по награждению старших по домам грамотными подарками, до создания видеороликов обучающих. Там работа обширная. По реализации этого плана уже достигнуто то, что на примере Самары, города Самары, достигнута договоренность с департаментом городского хозяйства и экологии, то, что там уже определенный человек в структуре департамента, который занимается именно реализацией плана со стороны департамента и отработка и обращение, которое поступает на нас, как на ассоциацию в рамках проведения мероприятий. Просто там у нас есть почта, куда люди пишут электронно. Это тоже все как обращение принимать. И мы напрямую взаимодействуем. То есть у нас нет такого долгой переписки. Мы сразу дарем. А вообще на кого вы опираетесь? Я так думаю, что должны быть активные собственники жилья, чтобы план реализовывался. Ведь не только же самое заинтересованное звено, это, наверное, собственники жилья все-таки. И с ними нужно взаимодействовать тоже. Вот появилось такое понятие, уже 25 лет приватизации, как новый собственник. В ТСЖ новый собственник? И вообще, что входит в этот портрет нового собственника? Каким он должен быть? Ну, новый собственник, сейчас собственников можно разделить на два. На новых и старых? Ну, не на новых и старых. Вот просто поймите, да, когда 25 лет назад людям дали собственность, и когда их до этого 80 почти лет учили тому, что у вас нет собственности, все общее, когда придет какой-то дядя, все сделает, не надо ни о чем думать. А потом им сказали, это ваше, и, ну, прямо скажем, не объяснили, что входит в ваши теперь обязанности. Сказали только о правах, что это ваше все. Радуйтесь, живите. И сейчас мы пришли к тому, что вот в тех домах, где люди эти квартиры не купили, а получили по приватизации, сталкивались с тем, что у них нет такого понятия собственника, как, к примеру, если взять тот же Южный город, взять Кошев. Там все люди говорят, туда приезжаешь как за границу. Там все, нигде ничего не сломано. Подъезды нигде не разрисованы. Потому что люди, извините меня, там купили за свои кровные деньги эти квартиры. Там они за этим следят, и ни у кого не придет в голову разрисовать подъезд. Причем следят не только за квартирами, но и за подъездами. За территорию, да, вот это важно. А вот в домах, назовем их хрущевки, где люди получили тогда еще когда-то от завода по приватизации, сейчас уже от бабушек, от дедушек, от родителей, молодые люди, они к этому не относятся как к своей собственной. Они считают, что за порогом их квартиры, их собственность кончается. То, что там дальше, меня абсолютно не касается. И у них даже не возникает мысль, когда они платят по квитанции за эту квартиру, что я плачу вот эти 4-5 тысяч, а почему у меня подъезд не убирается, почему у меня холодно в подъезде, почему у меня, извините меня, нецензурными словами записаны подъезды. То есть нужно требовать. Вот мне кажется, да, вот что собственник новый, он должен, если он платит, то понимать, что он может и требовать, и контролировать процесс. Вот скажите, Ольга Ивановна, пожалуйста, собственники жилья в ТСЖ, какое у них отношение, с чем вы сталкиваетесь, как они относятся к собственности вообще, в частности, и к территориям, и так далее, к подъездам? Ну, конечно же, в ТСЖ это выглядит более положительно. Почему? Потому что люди, конечно, понимают, что они оплачивают содержание жилья и текущий ремонт непосредственно в ТСЖ, на расчетный счет. Соответственно, вот эти деньги, они идут уже на то благоустройство, которое есть, это и территория ТСЖ, которая благоустраивается, и, соответственно, на благоустройство подъездов, и так далее, и так далее. То есть это и крыши, это и чердаки, и техэтажи, и подвалы. То есть, конечно же, в ТСЖ это все, если, по крайней мере, я знаю, что вот близлежащие ко мне это более 11 ТСЖ, которые рядом со мной расположены, у всех чистота, у всех порядок, и, конечно, у жителей отношение таково, что это наше, что нет такого. Ну вот не только ТСЖ, да, вот входят у нас разные формы управления, но, может, и, к счастью, чем разнообразнее, с одной стороны, тем лучше. Скажите, вот в целом, как это все будет продвигаться? Потому что вот мы выяснили, что в ТСЖ это другая позиция. А вот если не в ТСЖ, как вы будете работать с этим, чтобы изменялось отношение, чтобы собственники менялись? Ну, проходят встречи жительные, где разъясняется им законодательство, где им уже не в первый раз объясняется, что кроме этих квартир, которые у них сейчас есть, уже вряд ли, ну, будем говорить честно, уже вряд ли кто-то даст. Ни заводы, ни предприятия, уже нет такой практики, что дают работникам квартиры. Вот. Поэтому то, что они имеют, и сохранить это, это их задача. Никто не придет, ни администрация не придет, ни кто-то со стороны, что будет заниматься их делами. Мы и говорим, мы готовы вам помочь, готовы помочь методически, предоставить разработанные уже протоколы, которые и в судах выстаивают, и везде. Готовы объяснить, как что делать. Но за вас мы этого делать не будем. Мы вам готовы помочь. Разъяснить, ну, где-то научить. Но идти за вас там в суд, идти за вас в администрацию, мы этого делать не будем. С вами сходить? Сходим. За вас мы этого делать не будем. Каждый должен отвечать за свое. И сейчас вот в рамках реализации плана работа такая выстраивается, что привлекать администрации к проведению общих собраний. Потому что в большинстве домов есть муниципальные квартиры. Муниципальные квартиры – это собственность администрации. Любой собственник… Вы имеете в виду районной администрации сейчас, вот в нынешней, да, вот в свете? Сейчас пока в ДУИ, сейчас пока в городской. Пока эти квартиры в районной администрации не передались. Поэтому это городская администрация. И у любого собственника есть право инициировать общее собрание. И в том числе администрация может наводить порядок в районах за счет того, чтобы проводить общее собрание. Что контролировать ту же работу управляющей компании, если она действительно этого хочет. В том проведении. Провести в начале года собрания, утвердить перечень работы. Специалист с департамента придет, который понимает, какие работы нужны, сколько на это реально денег надо направить. И в конце года запросить тот же отчет с управляющей компанией. А все ли она сделала? А сколько она в действительности потратила денег? И принимать участие в приемке этих работ. Потому что зачастую у нас старшие подумают, бабушки, дедушки, у которых нет такого специализированного образования. Они не могут определить ту трубу им поставили, не ту, которая написана в документах. Да, понятно. Ну здесь еще вот я хочу добавить. В нашем районе, непосредственно в Кировском районе, они очень активно помогают и проводят, вот о том, о чем сейчас сказал Виталий, помогают председатели ТОС. То есть председатели МКД обращаются к председателю ТОС. И, соответственно, тоже помощь есть, помогают и составлять протоколы, и обращаться, уже подсказывают, куда обратиться этому старшему по дому. Да, понятно. А если касается председателей ТОС-Ж, то нам большую помощь оказывает муниципальное бюджетное учреждение, ресурсный центр, то есть тоже все изменения в законодательстве. Мы за этим следим, как председатели ТОС-Ж, и есть целый отдел в ресурсном центре по работе с ТОС-Ж. Да, конечно. Это очень удобно. Удобно, да, и нельзя все это разграничивать, что с этим работаем, а с этим не работаем, потому что законы, они одни и для всех. Мы все работаем. Да, вот ассоциация, кстати, она, вы себя позиционируете как переговорная площадка. А вот с кем вы ведете, какие переговоры? Вот немножко об этом расскажите, Виталий Владимирович. Переговорная площадка. Не то, что переговорная площадка. Мы выступаем в роли такой вот как бы, вот о чем я вначале говорил, буферной зоны, чтобы тысячу, например, обращений по одному и тому же вопросу не ушли в департамент, потому что где на них каждый будет на каждой даваться ответ и как бы парализует вообще работу департамента. У нас, если приходит, например, с нескольких домов обращение, касающееся одной и той же управляющей компании по одной и той же тематике, ну, одно и то же нарушение. У нас идет общее одно обращение, и уже департамент видит, что это проблема не только одного-двух домов, а нескольких домов, и что есть динамика вот эта, то, что это постоянно происходит. И уже департамент не будет заниматься тем, что дать бы ответ успеть в эти 30 дней всем этим людям. Они дадут один ответ и конкретно займутся этой проблемой. Понятно. Вот одна из общих проблем в последнее время это проведение капремонта. Вот мне интересно, как она решается в ТСЖ и какие, у кого вообще контролирующие есть функции над тем, как он будет проведен. Вот если в общем говорить не просто про ТСЖ, вот Ольга Ивановна, расскажите, как вы с этим сталкиваетесь, с проведением капремонта, уже сталкивались в каких-то домах? Нет, нет, пока нет, да? Нет, нет. Мы пока еще не сталкивались, потому что у нас график расписан таким образом, что наши дома это 2023-2025 года, соответственно, у нас... Время еще есть. Да, у нас время еще есть, и к этому времени у нас в основном попадает в графике это замена лифтовых кабин, потому что срок службы лифта 25 лет. Вот. Поэтому... Вы с этого начнете, а дальше больше, да? Поэтому... Поэтому понятно. Виталий Володимирович, вот расскажите, капремонт, и у кого контролирующие функции, как вы работаете ли вы с этой темой или нет? Нет, с этой темой, конечно, мы работаем. Контролирующие... Как ассоциация может помочь поучаствовать в решении проблем, которые связаны с капремонтом? Ассоциация может также помочь выйти к людям, разъяснить им их права, помочь методически, ну, с фондом тоже мы также взаимодействуем. Но здесь надо понять, что есть у людей при проведении этого капремонта как права, так и обязанности. Их обязанность сделать этот протокол и выбрать этого многострадального человека, который будет за этот капремонт от лица жителей выступать. Чаще всего это старше по дому, да? Чаще всего по умолчанию это становится старше по дому, который, о чем я и говорил, не имеет соответствующей квалификации. Хотя в доме зачастую живет и строитель какой-нибудь, и инженер, который хоть что-то в этом понимает. Но ему некогда, ему не хочется. Они, да, консультируют старшего, что-то объясняют. Но когда происходит приемка даже промежуточных видов работы, никто не запрещает приглашать специалистов с того же департамента, с той же управляющей компании. Вот что важно. И в этом нужно говорить, что есть такая возможность. И в этом мы можем помочь, конечно. Потому что потом, после проведения капремонта, ну, не то, что поздно. Там есть гарантийный срок, 5 лет. Там не поздно. За гарантийный срок можно заставить все это сделать, поменять. Но это лишние нервы. Это лишние нервы, это бумажные волокиты. Лучше делать все свое время. И поэтому, когда происходит, например, любая работа имеет промежуточные точки. Когда приемка скрытых видов работы, еще что-то. И на все эти работы можно и специалистов департамента позвать, и специалистов ГЖИ позвать. Они тоже все-таки имеют свои квалификации. Вот у них, да, как раз вот эти вот функции контроля, и они разбираются с тем уже, вот с каким-то, уже с недоделками, неполадками и так далее. Они, ГЖИ, с нарушением законодательства, не строительные контроли. Строительные контроли осуществляет фонд сам. У них своя служба контроль заказчиков. Понятно. Вот. Поэтому это все равно к ним. Но их, с общественной точки зрения, тоже может проконтролировать. И привлекать тоже. Понятно. Скажите, пожалуйста, мы привыкли к тому, что все инициативы чаще всего у нас идут сверху. Вот такие-то постановления, законы, и мы только вот исполнители. Когда мы говорим о новом собственнике, мы говорим об активном, человеке практически гражданине. Скажите, пожалуйста, как меняется вот эта ситуация, позиции собственника, становится ли она более активной, и какие инициативы, собственно говоря, снизу и идут сегодня? Или нет? Или такое тоже редко происходит? Как у вас, Ольга Ивановна? Ну, если рассматривать товарищество собственников жилья, то, скорее всего, что это меняется на такой первой ступени, когда этот человек приобретает у нас непосредственно квартиру, и, соответственно, ему сразу объясняешь, что такое товарищество собственников жилья, что вы приехали вот на такую-то территорию проживать, и, соответственно, объясняешь его уже задачи проживания на этой территории, то есть его обязанности. Я думаю, что и поэтому наблюдается такая тенденция, те люди, которые уже приезжают новые, и вот проводишь такую работу, конечно, у них уже более такое ответственное... Серьезно ответственное отношение. Да, и о том, о чем говорил Виталий, и, соответственно, уже переходит в такое молодое отношение собственников жилья, которые проживают на территории Кошелева или Южного города. А вот такая проблема, как проблема неплательщиков, она для вас существует, вы с этим работаете, или у вас все-таки люди, осознавая все это, всю серьезность ситуации, что эти деньги пойдут тут же, будут реализованы, все будет прозрачно, нам будет жить лучше. Нет, к сожалению, нам тоже это присуще. Есть такая проблема, да. Не все это понимают, к сожалению. И приходится обращаться в суды, соответственно, по исполнительным листам обращаемся уже в судебные приставы. Единственное, что такой вот есть у нас небольшой нюанс, можно сказать, наверное, отрицательный небольшой момент, то, что система судебных приставов у нас, конечно, как-то долго с ними работает с такими неплательщиками. Поэтому здесь бы, конечно, хотелось вот большее взаимодействие наладить. Это, конечно, с работой судебных приставов. С этим, да, можно работать и обращаться в ту же ассоциацию. Вы тоже можете на каком-то уровне повлиять. Да, у нас есть опыт работы в судебном приставе. Поэтому мы взаимодействуем. Понуждение их к их работе. Потому что проблем-то на самом деле много, да. И вот и финансы, это одна из первоочередных, потому что все, что делается, это на деньги тех же собственностей. Конечно. Не платят. Ну, из-за этого и с ресурсниками возникают проблемы, потому что ресурсники просят первого числа оплатить, а все же, что собирает, все же управляющие компании до десятого. Вот это же тоже можно все решить по большому счету, да. Вот даже вот эту разницу. Иногда даже до десятого не успеваем, соответственно, собрать платежи. По-разному? Да. Понятно. А какие вопросы, в частности, инициированные активными собственниками жилья, обсуждаются, выходят на ассоциацию? Как часто вы вообще собираетесь? И как вот этот механизм решения? Вот написал он там жалобу или еще что-то активное собственное? И дальше что? Как вот механизм отработки? Ну, какой механизм? Если это типовая жалоба, то есть она отрабатывается, там есть алгоритм. Если это что-то новое, интересное, тогда это, да. С человеком ведется работа, его ведут до конца, чтобы разработать уже алгоритм, чтобы эта ситуация тоже попала к типовым, на которые есть алгоритм отработки. Вот ваш предыдущий вопрос об инициативах жителей. Вот мы еще в 2015 году разработали алгоритм, алгоритм, по которому собственники могут отстаивать свое право на то, чтобы на первых этажах у них не открывались магазины, если они им там не нужны. Когда вот переводят из жилого в нежилое. И это подтвердилось. Жаль, что печальным таким вот результатом. А что случилось? Ну, когда у нас вот в городе подъезд обрушился из-за магазина на первом этаже. Сейчас уже все переводы из нежилого в нежилое без протокола не делаются. Чтобы перевести жилое в нежилое, везде просят протокол собственников. Собственники согласны, что у них там открыт магазин, что там будут делать перепланировку, прорубать фасад. Мы еще в 2015 году через суд в Куйбышевском районе два таких случая отстояли. По одному полностью даже перевели, отменили решение департамента о переводе жилого в нежилое. И полностью установили фасад за счет собственника, который это все затеял. Ну, это вот идет в зачет работы ассоциации. А что еще? Ну, это зачет. Это работа. Это очень важная работа. Также вот собственников, это в основном в центре таких городов, где с парковкой такие острые вопросы, это оформление земли. Потому что, чтобы загородить свой двор шлагбаумом, надо, чтобы эта земля принадлежала вам. Поэтому многие жители сейчас и в основном ТСЖ... Оформляют, да? Это хотят оформить. Там процедура достаточно трудоемкая, как и с финансовой точки зрения, так и с правовой оформлением этих документов. Получение разрешений. Это не все так просто. Хотелось бы тоже как-то вот простить эту процедуру сейчас. Но пока есть как есть. Есть примеры, где оформлены земли. Где-то эта работа еще только ведется. Ольга Ван, у вас оформлены земли. Вы поставили шлагбаумом. Мы на этапе. Мы на этапе. Мы провели геодезическую же съемку. Мы на этапе. Ну вот эта проблема парковок и во дворах, в частности, у вас как решается? Ну, в частности, у моего ТСЖ у меня, конечно, здесь положительный момент. Почему? Потому что в момент застройки мои дома застроились в 2001 году, и как-то распланировал застройщик. Таким образом, у нас достаточно места. Да, да. Понятно, приемлемо. А вообще, вот если касаться такой проблемы тоже, как благоустройство вот этих внутридворовых площадок и ремонт дорог внутриквартальных, то вот что касается благоустройства, то программы двор, в котором мы живем, ее городской, да, муниципальной, ее сегодня нет. Как это будет решаться все в дальнейшем? Как жители будут благоустроить свои дворы? Двор, в котором мы живем, ее сейчас нет. У нас в этом году просто была программа по ремонту внутриквартальных дорог, которая выделял город эти деньги. То есть там дороги делали. И какие-то средства выделяли районы, вставили вот эти мафы. То есть через районный административ. Да, как предложение в будущем это делать, чтобы повысить все-таки ответственность людей. Да, да, здесь тоже инициатива граждан. Вы понимаете, это инициатива граждан. Все хотят, чтобы у них поставили горки, качельки, дорогу сделали. Но когда вопрос встает о том, кто это берет на баланс и кто это будет обслуживать, тот же дворник, чтобы там выбирался красочкой где-то подкрасить, тут собственники категористики нет. Пусть это все делает администрация. И в итоге у нас эти двор, в котором мы живем, где вот такая ситуация сложилась, что собственники это не хотят делать, не хотят брать на баланс. Хотя в договоре, который составлялся по этой программе, этот пункт был, что собственники берут это на баланс. Там это все тянет администрация. Денег на все не хватает. В итоге это в большинстве приходит немного в упадок. Сейчас предложение такое, что вот на дворовую территорию бюджетом, если выделяются какие-то средства, то они выделяются там только на дорогу и там на несколько маф. И жителям предлагается, что вот давайте 90% город, 10% жителей. Как была программа 185 ФСЗ, когда комплексно ремонтировали дома капитально. Вот что-то наподобие этого. Чтобы люди чувствовали, что они свою копейку туда дали. Что они будут следить, чтобы никто там ночью не распевал, что никто ничего не ломал. Чтобы они, ну, субботник хотя бы выходили. У нас, хоть и говорят, что субботник шагает по стране и городу, но субботник ходят одни и те же люди. И в основном большая часть этих людей – это предприятия. Во дворы выходят убираться старшие по дому и активы дома. Все. Да, вот чтобы эта ситуация поменялась, конечно, ну, как мы уже говорили, нужно вам и всем нам быть активнее. Надо людям понять, что это их, что не придет дядя с администрации и сделает им хорошо. Да. Вот вы уже сказали, что у нас есть такие небольшие точки, районы, где уже почти как в Европе. Вот мы начали с этого, что вы обозначили, да, вот этот Кошелев проект, что там все красиво, благоустроено. Ну, не то, что как в Европе, там как в России, но хорошо. Ну, что-то как-то благоустроено. Хорошо. Вот что нужно сделать в ближайшее время, чтобы вот эта вот территория благоустроенности распространялась и на другие районы? Ну, прежде всего, конечно же, активность жителей. Вот с этого нужно. Конечно. И активность жителей, и их понимание, что, как вот вам объяснить, сейчас у людей такое отношение, что, а вот сделали, сделают еще раз. В стране, да и в мире, как бы кризис, если кто-то еще не знает, и кто-то на себе не почувствовал, я думаю, все уже на себе почувствовали. И надо ценить то, что, какие средства выделяют. И не проходить мимо, даже когда работы ведутся, вот были, как на контроле, вот когда дворы вот эти задают, ездили в контроль, смотрели, вот положили бордюр. Бордюр этот в момент укладки асфальта сломали. Все. И никому ничего не интересно сломать, да? Нет, им, когда пришли проверять сразу людей, да, вот кто-то пришел, кому-то, пожалуйста. До этого что вы молчали? Почему в момент, когда каток ломал этот бордюр, когда вы это увидели, не подошли прорабу и не сказали, не позвонили к тому же куратору от департамента. У каждого старшего этого двора есть телефон куратора от департамента. Активная позиция должна быть. У меня и активная позиция, и отношения вот это. Потому что это сделают, ну, больше уже не будут. Даже по следующим. Отношения, да. Определение, где что делать, ваш двор уже будет числиться, как сделано. А то, что он через два года, три года пойдет волнами, этот асфальт, будет только уже ваш вопрос. Гарантийные сроки там два года, по-моему. За два года надо успеть тогда, значит, этого подрядчика замучить, чтобы он переложил этот асфальт, если уж на то пошло. Да, ну, в общем, относиться как, действительно, к своему. Ну, почему-то люди, вот, у кого-то частный дом, они же... Да, 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 ну, это вот надо как раз переломить. Они не ходят в администрацию, положите у меня во дворе асфальт. Они сами делают. А если им сделали вот эту дорогу ихнюю... Ну, мы к этому придем, Виталий Владимирович, вот изменится отношение. Ну, придем, конечно. Чтобы итог подвести уже программу, что работа ведется, да? И какими-то вот все-таки нужно мерами, вот, принуждать, не только вот уговорами, информацией, а вот что-то нужно подталкивать. У нас, к сожалению, время закончилось. Спасибо вам за то, что вы подняли эту тему нового собственника, каким он должен быть. Спасибо еще раз, спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!